Всем привет! И в этом видео я буду снимать шелак или гель-лак в домашних условиях. Я сравню эффективность специального средства для гель-лака, а также самой обычной смывки для стандартного лака. Вы увидите, как выглядят ногти под покрытием шелак и в каком они состоянии. Я не профессионал. Гель-лак я наносила в домашних условиях, и сам процесс снятия шелака я подсмотрела в просторах интернета и хотела бы опробовать на себе. Для домашнего шелака я использовала гель-лак, который был куплен на самом дешевом китайском сайте, там же, где и лампа для сушки. Сам лак довольно хорошего качества, и в данном случае у меня красивый такой розовый оттенок. Как я уже говорила, шелак я делала в домашних условиях. Он продержался у меня ровно месяц. Как видите, покрытие еще в довольно хорошем состоянии, ни одной трещинки из кола. В этом видео я буду сравнивать эффективность специального средства для снятия гель-лака и самого дешевого средства для снятия обычного лака с ногтей. Специальное средство я заказывала тоже через китайский сайт. Пахнет оно как средство для мытья посуды. У него очень странный состав и вообще нет инструкций, даже рекомендаций к применению. Дальше мне потребуется фольга. У меня вообще для запекания. Ватные диски, потому что я не захотела заморачиваться с безворсовыми салфетками. А также последняя, но немаловажная вещь, это пилочка для ногтей. По прошествии четырех недель шелак начал сам проситься слазить и всячески на это намекал тем, что периодически сам отходил от ногтя. Я подготавливаю ватные диски, разрезаю их на четыре части, чтобы получились вот такие вот дольки с расчетом одна долька на один ноготь. Я все-таки решаю попробовать снять гелевое покрытие без использования специальных средств и смывок, просто подковырнув его ногтем. Как видите, это вполне возможно. Все очень быстро и эффективно снимается. Единственное, значительно повреждается ноготь, потому что с гелевым покрытием снимается верхний защитный слой ногтевой пластины. Дальше приступаю уже к классическому методу. И мне нужно спилить верхний слой гель-лака, вот этот, который прозрачный, придает блеск и сделать его как будто матовым. И вот для сравнения, вот так вот выглядит гель-лак после того, как я спилила верхний слой топового покрытия. Первым я буду использовать специальное средство. Я смачиваю в нем кусочек ватного диска, прикладываю к ногтю и заматываю его фольгой. Конечно, для этой процедуры лучше брать фольгу поплотнее, потому что моя для выпекания постоянно рвалась. На средний палец для эксперимента я наношу самое обычное дешевое средство, точно по такой же технологии, и заворачиваю палец в фольгу. Жду 10-15 минут, скорее 15, и буду снимать. Первый я снимаю большой палец, там где у меня было специальное средство. Как видите, ничего не изменилось. И я буду использовать кончик металлической пилочки, чтобы поддеть само покрытие и помочь ему слезть. Конечно, это не совсем правильно, не совсем безопасно, но я старалась практически не касаться пилочкой ногтя, а лишь как бы немножко поддевать эту пленку. Гель-лак на этом пальце у меня слазит ровно до половины, и дальше никуда абсолютно не двигается. Я решаю продлить время использования специальной смывки. Еще раз повторяю тот же самый шаг и заворачиваю в фольгу. Время открыть указательный палец, может, с этим будет все получше. Но, как видите, специальная смывка работает слишком мягко, то ли вообще не работает. В общем, шелак снимается только до половины, и дальше нужно опять продлять срок воздействия. Наконец-то мы дошли к среднему пальцу, там, где у меня нанесено обычное средство. Посмотрите, как сморщились подушечки пальцев под этим средством. Я поддеваю покрытие кончиком пилочки, и, как видите, оно очень хорошо отходит. Я решаю снять его полностью при помощи пальцев. И вот оно как бы пластинкой снялось очень легко с ногтя. При этом мне кажется, что ноготь менее поврежденный, и на вид выглядит довольно неплохо. Дальше я уже использовала только самое обычное дешевое средство, чтобы все по-быстренькому снять. Как видите, в принципе, ногти целые, но я их смазала специальным маслом, чтобы немножко подпитать. В целом, после снятия шелака они были очень ужасными, сухими. Некоторые сломались, некоторые расслоились. Почти все уменьшились втрое в толщине, и, в принципе, выглядели очень слабыми. Мне пришлось, конечно, в итоге их обрезать. Честно говоря, покрытие шелаком не рекомендую девчонкам, у кого очень тонкие ногти или ломкие, потому что это очень сильно на них влияет, и пересушивают ногтевую пластину, и ситуация будет только хуже. В следующем видео я покажу, как реанимировать ногти после шелака, и как им придать форму для французского маникюра. Спасибо вам большое за просмотр. Всех целую и пока!